Христианство Сегодня продолжим обсуждение некоторых очень популярных у нехристей строк из Священного Писания, которыми они любят щеголять и пытаются свои шизофренические идеи приложить к христианству, не имея о христианстве никакого представления. Я не претендую на глубокий богословский анализ, поскольку не являюсь специалистом в этом деле, но есть святоотеческие тексты, которые мы можем использовать, и в данном случае, когда нам говорят, что слова «нет, не или на иудея» апостола Павла, являются свидетельством того, что христианство – это интернационализм. Ну, некие мелкие политические деятели нам рассказывают, и недавно тоже рассказывали, что фрагмент устава КПСС Коммунистической партии Советского Союза, который назывался «Моральный кодекс строителя коммунизма», является как бы переложением христианства, и ничего больше придумать коммунисты не могли. А некоторые еще добавляют, что Христос был первым коммунистом. Это, конечно, гнусный поклёб на христианство, ничего более отрицающего религию христианства, чем коммунизм, никакая другая политическая доктрина так не отрицает христианство, как коммунизм. И то, что вырывают из контекста фразу «Апостола Павла нет, не или на иудея», и объявляют, что это как раз и есть доказательство интернационализма, укореняется также и среди некоторых пастырей, даже весьма популярных, которые начинают говорить, что у христианина, по сути дела, нет Отечества, то есть они продолжают марксистскую догму «У пролетария нет Отечества», вплоть до того, что объявляют, что за гробом России нет, то есть здесь-то у тебя Отечество земное есть, а когда ты Богу душу отдал, у тебя Отечества земного уже нет, то есть душа твоя беспризорно не привязана ни к какому народу, ни к какому Отечеству. Это, конечно, глубокое заблуждение, глубокое извращение, я бы сказал, христианства. И также говорят, что нет ни эллины, ни иудеи, это значит, что в церкви нет различий между людьми. Это тоже не так. Мы прекрасно знаем, что есть и эллины, есть и иудеи. Но давайте обратимся, собственно, к тексту. В двух местах в Священном Писании есть эта фраза – нет ни эллины, ни иудеи. Вот посмотрим целиком тот фрагмент, который содержится в послании апостола Павла к Галатам. Глава 3, стих 28. Мы читаем целиком весь фрагмент, а не только этот кусочек. Потому что давайте сначала все-таки кусочек прочтем, чтобы было понятно, что нет ни эллины, ни иудеи – это очень небольшой фрагмент фразы. «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Это из послания к Галатам. То есть здесь вместо иудеи поставлено язычника, но фраза, в общем-то, понятна. Нет ни эллины, ни иудеи. О чем это идет речь? Сейчас расскажем. «Нет ни раба, ни свободного». Рабы свободные при этом существовали. При апостоле Павле он это знает. Ни свободного, ни мужеского пола, ни женского. То, что пол сохраняется, мы в этом не сомневаемся, он существует. «Ибо все вы одно во Христе». То есть некое единение и преодоление неких противоречий. Детали того, что значит преодолеть эти противоречия, это же не стать ни мужчиной, ни женщиной. Это же не превратить, в том числе и не превратить раба в свободного или свободного в раба. И это не превращение всех в иудеев, или всех язычников, или всех в кого. В кого должны превратиться те люди, что это за такое сообщество, где нет ни эллины, ни иудеи, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. Что это такое? Читаем целиком. «А законом никто не оправдывается перед Богом». Законом никто не оправдывается перед Богом. Имеется в виду земной закон. Вот этим земным законом, ну, например, путинские судьи, может быть, из них кто-то ходит в церковь и носит крест, может быть, они будут свои бессовестные, бесстыдные приговоры оправдывать перед Богом тем, что они действовали по закону. Ну, они перед начальством-то так оправдываются, вроде как, они действуют по закону, на самом деле, тотальное беззаконие, мы это знаем. Законом никто не оправдывается перед Богом. Вот это важно. Это ясно потому, что праведной верой жив будет. Вера выше закона. То есть христианский закон выше любого писаного закона. Вот с этого все начинается. «А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им». То есть выживет тот, кто будет исполнять закон, если еще нет веры, то хотя бы есть какой-то закон и есть средство выживания. Поэтому закон не отрицается, христианская вера не отрицается. Потому что он есть средство выживания, когда еще веры нет. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву». Ибо написано «проклят всяк, висящий на дереве». Ну, имеется в виду распятие. Вроде бы это казнь по закону, вроде бы это позорная казнь, но это одновременно искупление. Вера выше закона. Вера выше всякого позора. Христианское мировоззрение выше любых законодательных установлений. Поэтому от клятвы закона, то есть каждый обязан исполнять закон, скажем, того государства, в котором он живет. Но Господь нас искупил от клятвы закона. То есть мы были все как бы условно-декларативно равны перед законом, но теперь мы равны перед Богом, а не перед законом. А закон для нас на втором месте. Мы его не отрицаем. «А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона, до того времени, как надлежало быть вере». Пришла вера, совсем другие правила. Еще раз. «А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона, до того времени, как надлежало открыться вере». Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. То есть мы, привыкая оправдываться законом, жить по закону. Ну и судьи должны, естественно, судить по закону, а не по своему произволу и не по звонку начальства, и не по своему безумию и невежеству в законе, а именно по закону. Привыкая быть равными перед законом, мы в дальнейшем оказываемся способны быть равными в вере Христовой, равными перед верой, перед Христом. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, то есть не под руководством закона. Мы не законом клянемся и не перед законом отвечаем. Мы отвечаем перед небесным законом, перед законом Христа. Поэтому и неправедный судья для нас – это существо антихристианское, потому что он нарушает и писанный закон, и закон человеческий, и закон небесный. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, то есть закона. Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса, все вы во Христе крестившиеся, во Христа облеклись. То есть вы как бы одели одинаковые одежды на себя, одежды христианского догмата, христианской нравственности. В этом вы равны, равны в небесном законе. И поэтому нет уже иудея, ни язычника, нет раба и свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно в Иисусе Христе. Такое понимание вполне естественное, вполне доступное для осознания любого человека. Здесь есть какой-то интернационализм, скажите. Ну, не малейшего вообще. То есть разница между людьми остается. Остается и мужик, мужчина, женщина, раб, свободный, иудей, язычник, христианин, они остаются. Но те, кто входят в сообщество христиан, они облекаются во Христа и в этом смысле становятся равны. Но интернационала здесь никакого нет и быть не может. Все народы, как я уже говорил, являются мыслями Бога, являются замыслом Бога. И каждому народу замысел этот приписывает какую-то историческую роль. Одному ничтожную, малую, но все-таки важную, неотъемлемую от истории человечества и замысла Бога. А кому-то масштабную роль строительства империи, строительства великих культур. Никакого интернационализма. Даже рядом не лежало. То есть если объявлять, что это интернационализм, то это полнейшее непонимание, это восстание против Христа. И во втором месте, в послании апостола Павла к Колоссянам, вот это то, что называют маловерующие Максима, «Нет ни Эллина, ни Иудея, ни обрезанное, ни необрезанное, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». То есть здесь уже более подробно. А о чем здесь говорится? Ни Эллина, ни Иудея. Ну, Эллин – это кто? Это язычник, это представитель древней античной культуры и веры во множество богов, разных богов. Хотя я и оспариваю, что это многобожие. Это официально было многобожие, но никогда не было единого пантеона. Каждому богу свой храм. В какую общину ты приходишь, и где первейший бог такой-то, ты ему и поклоняешься. Вот принцип античности, принцип эллинизма. И иудеи – это тоже верование. То есть есть верование эллинистическое, есть верование иудейское. Во Христе, если вы входите в христианство, то у вас ни эллинизма нет, естественно, ни иудаизма. Естественно, от этого вы должны отречься. В те времена, когда говорилось, что нет, ни обрезание, ни необрезание. Часть были обрезаны, а часть необрезаны. Обрезание было таким своеобразным культом, который касался вовсе не только одних иудеев. А все восточные культы предполагали это, как, ну не знаю, признак некой культуры, мыть руки перед едой. А вот это вот должно быть, вот у них было. И признак культурности, вот считалось, что те, кто обрезание не проводит, тот вот некультурный народ. И у иудеев это сохранилось до настоящего времени. Они считают, что это в догматах, их написано совершенно однозначно, что даже, в общем-то, и не совсем человек, или вовсе не человек, тот, кто не обрезался. Гуэи это, в общем-то, не люди. Ну а признак, да, если мусульмане, они неправильно обрезываются. А вот как обрезываться надо правильно, это знают только иудеи. И у них есть вот это, есть разница между обрезанным и необрезанным. И в те времена тоже было. Сейчас уже об этом даже речи нет. Сейчас обрезание это признак признак нехристианского верования. Как-то там мусульмане с этим обходятся, как-то иудеи. Христиане не обрезываются. Потому что, как сказал Господь, нет ни обрезывания, ни необрезывания. То есть разницы в тот период, если ты христианин, не было. А раз не было, то и не надо обрезываться, и последующее поколение этим не занимались. Поэтому все христиане необрезаны. А вот из тех, кто ни христианин, ни тот, ни сёд, ну, вот тем можно и обрезываться. Те могут напрямую искать себе в синагоге какого-то понимания. Ни мужского пола, ни женского, как я уже сказал, облегся во Христа. Ты в храме стоишь. Это не значит, что ты бесполый. Но перед ликом Христа ты не выпячиваешь своего мужского достоинства или женского. Все вы одно во Христе, вы стоите в храме. А у коммунистов возникает ошибка социализации. Они проталкивают здесь идею социального равенства. То есть они не понимают, что есть равенство перед высшим разумом, скажем так, или перед высшим существом, перед Богом, равенство перед Богом. Они всё это дело опускают в отношения между людьми, что здесь не должно быть никакой разницы. Здесь должно быть равноправие. Всех постричь как газон. Он должен быть одинаковый везде. Нигде никто не должен выступать выше определенного уровня. Скосим тех, кто умнее или предприимчивее, богаче, всех скосим под одну гребенку. В христианстве ничего такого нет. В христианстве разница вот в этом, скажем так, духовном росте или в материальном благополучии не означает, что ты выходишь за пределы христианства. Совсем другие параметры. Одному надо раздать всё своё богатство, чтобы стать христианином, а другому этого не нужно, потому что он живёт по христианским принципам и без этого. Ну, сейчасшним-то олигархам стать христианами можно только одним образом. Это одеться в рубище, а всё раздать. Возьмём полную цитату, как и в первый раз. Итак, говорит апостол Павел, «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую плоть, любостяжание, которые есть идолослужение». То есть, служение своей плоти это и есть идолослужение, «за который гнев Божий грядёт на сынов противления». То есть, ну, те, кто будет упорствовать вот в этом любостяжании и так далее. «За который гнев Божий грядёт на сынов противления, в которых вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите всё – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Освободитесь от того, что было у вас, вы входите в общину Христа. Становитесь новыми людьми. «И облегшись в нового». То есть, облегшись в нового человека. Совлекшись ветхого человека с делами его «И облегшись в нового», который обновляется в познании по образу создавшего его. Обновляется по образу создавшего его. «Где нет ни Эллина, ни Иудея, ни обрезания, ни обрезания, варвара, скифа, раба свободного, но во всём, всё и во всём Христос». Итак, облегитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудре, кротость и долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более всего облегитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. «И довладычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». А дальше. Это очень важно, то, что опровергает вот это смешение мужчин с женщинами и так далее. «Жёны, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». То есть мужской и женский пол не отменяются. «Мужья, любите своих жён и не будьте с ними суровы». «Рабы» Рабы не отменяются. «Рабы во всём повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах, только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». Есть люди, которые по жизни так вот устроена жизнь, что они, рабы, не имеют имущества, не имеют гражданских прав и так далее. В нынешнем мире это считается неправильно, но в том мире было именно так. «И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей правде. У него нет лицеприятия». Ну, то есть он лишён той благодати, которая наступает в том случае, как всё это описано. Ведь описано, да, то есть описано достаточно подробно, что имел в виду апостол. Нам начинают впаривать, вместо этого, то, что здесь я процитировал, начинают впаривать интернационализм. И как бы следствием интернационализма есть стирание различий между мужчиной и женщиной. Сначала профессиональное, то есть женщинам предоставляются те профессии, которые противны их сути, в том числе и та же профессия судьи, прокурора, военная профессия. Это всё мужские профессии. Многие профессии неприемлемы для женщины. Но вот интернационализм и вот этот догмат уравнивания стирает всё это. Во Христе ничего это не стирается, как мы видим, цитируя, читая дальше, ту же самую главу из апостола Павла. А потом начинается стирание уже и в повседневном поведении мужчина и женщина, что это один пол тогда получается. Вот то, до чего дошли интернационалисты, да уже и у нас там, полны коридоры администрации президента всех этих бесполых существ или существ двоякого пола. И от этого все наши беды. Трактовка, попытка извратить Священное Писание приводит вот к этому, к утверждению прямо противоположного христианству догмата о вседозволенности, о всеобщем равенстве, равенстве во всём, в том числе до биологического равенства мужчина и женщина равны во всём. Даже уже не только в профессии, уже во всём. Теперь читаем из Святых Отцов. Святой Иоанн Златоуст. Христос добудет для вас всё, и достоинство, и род, и во всех вас Он Сам. Или же нечто другое говорит именно. Вы все сделались одним Христом, будучи телом Его. То есть вы не теряете своеобразие, своей личности, своего достоинства, своих признаков, которые даны вам тем же Богом, как говорится, от природы, но если от природы, значит от Бога. Входите в единое тело. И в этом смысле вы части этого тела и являетесь как бы единой личностью. Равенство не в статусах, а в единстве общего достоинства. Истинное духовное братство многоразлично телесно, но одновременно и духовно целостно. Святой Григорий Богослов. Когда и мы, которые теперь по своим движениям и страстям или вовсе не имеем в себе Бога, или мало имеем, перестанем быть многим, но соделаемся всецело богоподобными, вмещающими в себя всецелого Бога и Его одного, вот то совершенство, к которому мы поспешаем. Какие глубокие слова. Мы должны из нашего многоразличия создать некое единство. При этом это не означает, что все страны должны слиться в одно государство, все люди образовать единую семью и между собой не иметь никаких границ, все дети общие, все жены общие и так далее. Это невозможно. Многоразличие сохраняется, но мы поспешаем вот к этому этой всецелостности совершенства. И я добавляю к этому, что совершенство – это не равенство, а единство в целостной идентичности. Личность – это не сердце, печень и мозг, а некое одухотворяющее – это единство. Святой Феофан Затворник. Здесь никакие разности не берутся в расчет. Ни национальные, эллинг, кто или иудей, но имеется в виду евреи, естественно, в те времена имелось в виду не религиозность, религиозность и этничность совпадали, вышел из состава иудеев, можешь оставаться евреем. Ни религиозные – здесь никакие разницы не берутся в расчет. Ни национальные, эллинг, кто или иудей, ни религиозные – обрезан, кто или не обрезан, ни по образованию – варвар, кто или скиф, ни по гражданскому сословию – раб ли кто или свободь, чем кто бы ни был, но принес веру и принят, прилепился ко Христу Господу и спасен. Благодать Божия о Христе Иисусе всех объединяет и из всех составляет единое тело. Это невозможно трактовать в материалистическом духе, что все как-то слепятся и создадут единый организм. Это тело, скажем так, небесного свойства, то есть тело Христово. Тело Христово – это не тело биологическое, наше собственное. Преподобный Максим Исповедник. Он, Христос, не позволяет началам сущих рассыпаться по периферии, но замыкает их центробежные стремления, приводя к себе многоразличные виды сущих, получившие от Него бытие. То есть возникает целостное бытие, не разрозненное каждого на каждого человека, а целостное. Также во Христе Иисусе нет уже иудея, ни язычника. Этими словами обозначается различный или, точнее сказать, противоположный образ мышления о Боге. Ибо один образ мышления о Боге, именно эллинский, несмысленно вводит идею «многоначалия», разделяет единое начало на противоположные действия и силы. Измышляет многобожное почитание, которое по причине множества поклоняемых Богов вносит раздоры и позорит себя разными способами поклонения. А другой, то есть иудейский образ мысли о Боге, хотя и учит об одном начале, но представляет его узким, несовершенным и почти несуществующим, лишенным слова и жизни, и через эту противоположную крайность впадает в равное с предыдущим учением зло, то есть безбожие. Ибо он ограничивает одних только лицом единое начало существующее или совсем без слова и духа, или словом и духом, обладающее как свойствами. Под учением же Христовым, я разумею, новую проповедь истины, в которой нет мужеского пола ни женского, то есть нет признаков немощи и естества, стоящего под законом тления и рождения. Нет уже иудея-неязычника, то есть нет противоположных учений о божестве. Нет обрезания ни обрезания, то есть нет соответствующих этим учениям служений, ибо одно из них иудейское служение посредством символов закона порицает зримое творение и клевещет на здесь ждителя как на творца зла, а другое языческое служение боготворит творение ради удовлетворения страстей и восстанавливает это творение против творца. Подобным образом оба служения приводят к одному злу – богохульству. Нет ни варвара, ни скифа, то есть нет разделения единого человеческого естества по своей воле бунтующего против самого себя, вследствие чего вопреки природе и вторгся в человечество губительный закон взаимного убийства. Нет раба, ни свободного, то есть нет идущего против воли разделения естества человеческого, которое делает бесчисленным разночестного по природе и имеет себе помощником закон, отражающий образ мыслей властвующих и тиранически попирающих достоинства образа Божия. Но все и во всем есть Христос посредством того, что выше природы и закона, созидающий в духе образ безначального царства. И этот образ, как было указано, начертывается в душе смирением сердца и кротостью, сочетание которых указывает на человека, совершенного во Христе. Может быть, эта цитата достаточно длинная, но она четко разбирает каждый фрагмент вот этой фразы из апостола Павла, которой так пользуются люди недалекие или, точнее, люди далекие от христианства. Нил Сорский о Христе Иисусе, говорит апостол, не есть мужеский пол, не женский. Однако же все верующие представляются в виде мужского и женского пола, но великий Павел говорит не о видимом, а напротив того дает разуметь недоступное зрению, потому что устремляющих взор к Богу и мужеская и женская страсть умерщвлена и напоением и верою и хотением. То есть есть некое начало, соединяющее индивидов целое, не отнимая у них разделяющего их естества, природного естества, биологического, личностного, но придается всему этому внутренний смысл, высший смысл. Августин Блаженный, теперь, когда уже получен начаток Духа, который есть, жизнь и оправдание верою, при этом, что тело мертво для греха, различие такое, будь то различие между народами или в условиях жизни, или между полами, уже отменяется и отменяется единством веры, только в вере отменяется, только в этом. Но различие это сохраняется в общине смертных и даже апостолы учат, что его надо учитывать на этом жизненном пути. Они же предлагают позднейшие правила, как в жизни соблюдать различия между иудеями и греками, господином и рабом, мужем и женой и прочее. А ранее сам Господь говорил «Отдайте кесарю кесарева, а Богу Божия». Итак, одно дело отсутствие этого различия в единстве веры, другое дело путь этой жизни, по которому надо пройти Божие учение его. И последнее из Александр Шмеман писал «Подчеркнем это одно, ибо оно означает не только, что всякий человек, независимо от всех природных ограничений, может уверовать в Христа, принять его учение, исполнять его заповеди, но также и то, что все уверовавшие соединены между собой новой связью, составляют новое единство». Здесь две важных мысли в христианство можно войти независимо ни от каких ограничений. То есть все эти ограничения, которые тебе мешали, отбросил и вошел в общину христиан. И уверовавшие образуют между собой новую связь, новое единство. И в этом смысле они едины во Христе и неразличны в своем единстве. Все, что их различает, становится второстепенным. вот на самом деле что такое «нет ни Эльна, ни Иудея». Тем, кто хочет быть по-настоящему русским человеком, то есть быть со Христом, следует знать, что это такое, и уметь отвечать беспочвенным людям с коммунистическим или либералистическим мировоззрением, которые не просто не понимают учения Христа, превращают, обращают его в свою противоположность. Слава Руси! Господи спаси! Слава Руси!